Детские спортивные площадки, установленные в прошлом году в масштабах федерального проекта «Спорт. Норма жизни» не прослужили и года. В адрес Общероссийского народного фронта стали поступать жалобы от горожан, якобы площадки слишком травмоопасные. Убедились в этом активисты ОНФ и наш телеканал. Нам пошли неоднократные обращения со стороны жителей по качеству данных площадок. Естественно, мы выехали на места, где были замечания. Вот сейчас мы находимся по адресу Минаева-5, где была установлена площадка. Год назад мы выдали замечания той организации, которая устанавливала. Но как мы по приезду приехали сюда, увидели, что здесь ничего не изменилось в принципе. Всего в городе установлено 100 подобных спортивных площадок. И практически на каждой есть нарушения в строительстве или выборе местоположения объекта. Но что еще остается делать на этой спортивной площадке? В футбол не поиграешь, одни ворота, да и к тому же сетка разорвана. Спортивными активностями заняться довольно трудно. Осталась только одна шведская стенка, по которой можно вскарабкаться. Но это ли спортивные достижения? На следующей площадке картина похожая. Сетки разорваны вдрызг, а диаметр площадки настолько мал, что его можно пройти за считанные шаги. Сейчас мы приехали на вторую точку, которая находится на улице Карла Маркса, 38. То же самое. Мы здесь видим такую же площадку. Они все стандартные. Проблемы практически одни и те же. Видите, вот покрытие уже непонятно какое. Что там лежит, бетон, не бетон под ним. Уже из него выщерблены. Также порваны сетки, как на кольце, так же и на воротах. По проблемному вопросу в региональном штабе ОНФ провели круглый стол с участием представителей муниципального бюджетного учреждения стройзаказчик, а также руководителем управления физической культуры и спорта администрации города Ульяновска. Сейчас уже с учетом того, что произошло, мы уже сто раз себе говорим о том, чтобы не наступить на второй раз на те же самые грабли. Мы отказались уже от таких дешевых площадок. И сейчас мы вместе с министерством спорта проработываем вопрос о том, чтобы, если устанавливать площадку хорошую, то это может быть междворовая территория. Для нескольких домов одна площадка, куда могут и дети, и взрослые ходить. И она будет стоимостью не менее 4,5 миллионов рублей. Как утверждает руководитель городского управления физической культуры и спорта, спортивные площадки данного типа носят исключительно тренировочный характер. А разорванные сетки – это следствие вандализма. По итогам совещания решили площадки оградить. Также региональный комитет ОНФ в срок до 1 сентября подготовит обращение главе Ульяновска о проведении спортивных площадок в соответствии с требованиями безопасности. Кроме этого, планируется создание спецструктуры по развитию дворового спорта.